В нашем сегодняшнем выпуске мы не будем говорить о работе следственных органов, прокуратуры или полиции. И тем не менее, речь пойдет о тех, от чьих действий наша безопасность зависит не меньше. Это Югра, территория безопасности. Я Антон Войтович. Здравствуйте. На территории Югры с начала пожароопасного сезона прошло уже 48 возгораний сухой растительности и 5 лесных пожаров. Основной причиной по-прежнему является человеческий фактор. Сотрудники МЧС, пометуя народную мудрость, легче предупредить, чем лечить, проводят профилактические рейды, где разъясняют любителям лесных прогулок основные правила противопожарной безопасности. Еженедельные рейды проводятся инспекторами Госпожнадзора с участием представителей авиалесохраны, добровольных пожарных, сотрудников полиции, представителей департамента недропользования и природных ресурсов. Потенциальные пожароопасные места вычисляются и ликвидируются. Как, например, в минувшее воскресенье патруль заметил палатку на берегу реки в Ханты-Мансийске. Очевидно, она являлась временным пристанищем рыбаков и охотников. Вокруг были разбросаны стеклянные бутылки и различный мусор. Именно такое халатное отношение к природе может стать для нее губительным. Подтверждением этому стало тушение ландшафтного пожара в пойме на противоположном берегу реки. По словам очевидцев, трое рыбаков бросили тлеющий предмет, прыгнули в лодку и уплыли. Сейчас органами дознания ведутся работы по установлению личностей, подозреваемых в совершении поджога. В Югру пришел пожароопасный сезон, и это значит, что в ближайшее время подразделением авиалесохраны будет не до отдыха. Помощь летающих огнеборцев может понадобиться в любую минуту, поэтому все свободное время они посвящают тренировкам. Парашютисты пожарной Югры провели контрольную тренировку в Советском районе. Более 40 человек из Ханты-Мансийской, Нягани и Советского отработали прыжки с парашютом. Комиссия оценивала действия спасателей, начиная с наземной подготовки. Необходимо было правильно уложить парашют и отработать высадку самолета на специальном тренажере. Парашюты уложены, запаски проверены. Спасатели отправляются на взлетку, где их уже ждет борт, а мы перемещаемся на посадочную площадку. Спустя считанные минуты слышится гол мотора и из-за облаков выныривает Ан-2. А из него высыпается россыпь разноцветных крыльев. Это управляемый парашют и лесник. Задача на посадке – не промахнуться, попасть на контрольную точку. Евгений Гайдоенко – один из опытнейших парашютистов. Выступал в том числе и на международных соревнованиях, где занимал призовые места. Сегодня он приземляется один из первых. Они там, этот, снежочек только в лицо немножко. А так, ну, видать, это холодно там. Действия пожарного десанта на учениях оценивают инструкторы. Важно не просто выпрыгнуть и долететь до заданной точки, но и правильно зайти на посадку, ориентируясь на ветер, правильно сгруппироваться при касании с землей. На площадке приземление, допустим, там, приземление по ветру, приземление на ногу, там, боковым ветром, разворот на малой высоте и так далее. Ну, на старте бывают замечания по монтажу парашюта, там, может, что-то какие-то неповадки, то от старта вставляются и справляют неповадки. Дело в том, что посадка на управляемых эллиптических крыльях значительно отличается от посадки на купольных парашютах. Здесь и скорость больше, и опасность сваливания. Поэтому таким тренировкам уделяется особое внимание. Попрыгали все хорошо, тренировка прошла без происшествий. Все прыгнули у нас по два прыжка, 44 человека. Сегодня на плечи авиалесохраны возложены дополнительные функции. Они не только ликвидируют возгорание, но и проводят мощную профилактическую работу. Подготавливают лес к пожароопасному сезону и даже садят деревья взамен утраченных. Мы задали вопрос, почему люди идут в авиалесохрану. Баснословных заработков там нет, а работа все-таки опасная. Я тоже себе всегда этот вопрос задаю. Смотрю на ребят, в основном это, конечно, энтузиасты, те, кто любят быть на природе. Ну и, естественно, те, кому не безразлично это все. Я напоминаю, что наша программа выходит по будням в 17 часов 30 минут. В субботу вас ждет большой итоговый выпуск в 17.15. Это Югра, территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok